Здравствуйте! В эфире передача «День за днём» с вами в студии Алина Сазонтова. 24 декабря западные христиане празднуют Сочельник, день накануне Рождества. Полным ходом идут приготовления к великому торжеству. В этот день люди стараются строго соблюдать все традиции, посещать храмы и соборы. А что интересного произошло в Десногорске, узнаете далее. Смотрите сегодня в выпуске. Баскетбольное противостояние команд Десногорска и Твери. Гости покидают встречу с победой. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 96 сообщений о происшествиях. Из них шесть сообщений о преступлении. Сводка криминальных происшествий за неделю. Юные десногорцы побывали в гостях у ёлки. В областной администрации подвели итоги регионального этапа конкурсов «Лучший врач» и «Лучший специалист» со средним медицинским и фармацевтическим образованием 2018 года. На звание лучшего врача претендовали 25 конкурсантов из 17 медицинских учреждений. Победители объявили в 18 номинациях. Не просто было жюри оценивать и средних медработников. На лучшего здесь претендовали 56 человек. Дипломы и ценные призы из рук губернатора получили 25 человек. С января абонентов российских сотовых операторов ждёт повышение тарифов из-за увеличения НДС. Первоначально удорожание составит около 1,5%. Однако, чтобы компенсировать повышение НДС по всей цепочке ценообразования, тарифы в перспективе могут вырасти на 10-20%. Окончательные суммы операторы заложат в новых тарифах, которые появятся в начале 2019 года. 22 и 23 декабря состоялась очередная встреча в рамках первенства Центрального федерального округа по баскетболу на арене физкультурно-оздоровительного комплекса Десна. За победу боролись команды «Динамо-Росэнергоатом» и баскетбольный клуб «Тверь». Подробности в нашем сюжете. С первых секунд игры команда из Десногорска взяла инициативу на себя. Чёткие передачи, точные броски и подликование болельщиков счёт открыл Даниил Томиловский под номером 13. В ответ на это команда соперника выглядела невозмутимо и собранно, продолжая размеренную игру. Энергия, экспрессия и мастерство Десногорской команды казалось обеспечат и дальнейшее её доминирование над командой из Твери. Первый тайм остался за командой «Динамо-Росэнергоатом». Довольно неплохая игра, завязалась такая борьба. Я думаю, наши ребята победят. Игра хорошая, трёхочковые занки есть, мне всё нравится. Игра такая динамичная получается, очень зрелищная. Далее развить успех хозяевам становилось сложнее. Команда из Твери без лишней агрессии, но с уверенным упорством начала проявлять инициативу во владении мячом и в точности бросков. Болельщики не скрывали своего напряжения, но надежды не теряли. Если говорить о команде Десногорска, выглядит они немножко усталыми. Но игра интересная. Я думаю, что как обычно всё решится где-то в последней четверти. Последующая игра принесла команде из Десногорска радость участия, но не радость победы. Фаворитом второго, третьего и четвёртого тайма становится команда гостей. Несмотря на усилия хозяев матча, победу в игре одерживает команда баскетбольного клуба «Тверь» со счётом 98-79. Лучшими игроками первой встречи признаны номер 17 Андрей Матвеев, Динамо Росэнергоатом, и номер 22 Павел Хребтов, команда «Тверь». Итог второй встречи 23 декабря также неутешителен для команды из Десногорска. Победа соперника со счётом 85-65. Лучшими игроками второй встречи названы номер 8 Игорь Гладышев, Динамо Росэнергоатом, и номер 3 Егор Рожков, команда «Тверь». Своими впечатлениями от игры делятся представители обеих команд. Для нас игра оказалась очень серьёзной, новой для нас соперник. Так как у нас команда основных игроков заболела, мы приехали сюда другим составом, более молодым. Игра в целом неплохая, не смогли распределиться на всю дистанцию. Получился спад в конце третий, а потом немного физически просели, и за счёт этого получили разницу порядка 10 очков, а потом тяжело выкарабливаться. Олег Соловьёв, Юлия Соболева, Десна ТВ. Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья завершился награждением. Почётные грамоты и сертификаты вручены в Смоленске 16 участникам Обилимпикса, так называется Международное некоммерческое движение Российской Федерации. Его задача – профессионально ориентировать и в дальнейшем трудоустраивать людей с инвалидностью. Участники чемпионата соревновались в 10 направлениях – художественный дизайн, ремонт автомобилей, медицинский и социальный уход. Первая медаль оказалась на груди Сергея Печкина, студента строительного колледжа. Второе место присудили Руслану Шалину в компетенции администрирования баз данных. Смоленских исследователей и изобретателей наградили за инновационные разработки. На конкурс представили 41 работу в нескольких номинациях – исследования в области гуманитарных, технических и естественных наук, а также новые технологии и инновационные научные проекты. Долгожданную награду из рук губернатора получили 19 молодых ученых. Также Алексей Островский вручил стипендии имени князя Романа Ростиславовича лучшим школьникам и студентам региона. Все претенденты на областную стипендию прошли строгий конкурсный отбор. Среди них – призеры международных, всероссийских и региональных олимпиад и конкурсов, а также студенты, имеющие отличные оценки в течение всех учебных лет. О криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 96 сообщений о происшествиях. Из них 6 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с техническими повреждениями. Выявлено 85 административных правонарушений, в том числе 54 нарушения правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечены 2 человека. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 14 человек. РЖД намерено увеличить длину полок в плацкартных вагонах. Разработчики концепта нового плацкартного вагона сообщили, что у обновленного вагона полки будут на 2,5 см шире и на 3,5 см длиннее стандартных. Предполагается, что изменение размера полок поможет частично избавиться от свисающих пяток. 23 декабря в гостях у лесной красавицы побывали юные десногорцы. Театрализованную программу посетила и наша съемочная группа. Подробности далее. Ежегодно Центр культуры и молодежной политики Десногорска устраивает новогодние праздники для ребят. В этом году представление называлось «В гостях у елки». Прийти в гости к хозяйке и встать в хоровод мог каждый желающий. Ребята пришли в необычных карнавальных костюмах, прелестных платьях снежинок и принцесс. Встречал гостей очаровательный снеговик Олаф. На елке он был главным помощником Деда Мороза. По сюжету снежная королева Эльза украла снегурочку. Вернуть ее на праздник пытались все дети. Они с радостью и задором выполняли все задания снеговика. Веселились и танцевали. Представлением остались довольны и ребята, и взрослые. Мы каждый год приходим на елку. Нам это очень нравится. Это настроение подымает, заряжает позитивной энергией. Мне очень подарили этот паздник. Больше всего мне подарили снежные королевы. На пазднике снеговичок мне подарил красивую снеговику. Я обязательно приду в следующем году на елочку. Сегодня была елка. На этой елке мне больше всего понравилось снеговик, снегурочка, дедушка Мороз и все герои. Мне еще понравилось, что здесь была сказка. Перед юными зрителями выступали вокальный ансамбль «Калибри», хореографические коллективы «Форсаж» и «Модерн». Ребята подготовили для зрителей захватывающие номера и душевные песни. Новогодняя программа длилась больше часа. Детвора зажгла на елке яркие огни. Они вернули снегурочку на праздник и обсыпали друг друга серебристым снегом. Добрый снеговик Олаф поздравил десногорцев с наступающим Новым Годом. Дорогие десногорцы, поздравляем вас с наступающим Новым Годом. Всех благ вам. Берегите себя и своих близких. С Новым Годом. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ. На прошлой неделе на площади около администрации установили елку. 24 декабря возле нее состоялась развлекательная программа «Весело-весело! Встретим Новый Год». На ней присутствовали ребята подготовительных групп детских садов Десногорска. Дед Мороз, Снегурочка и Баба Яга не давали детям заскучать. Они играли с малышами в снежки, водили хороводы. В завершении праздника всем ребятам удалось заглянуть в мешок Деда Мороза и получить сладкий подарок. И коротко о погоде. 25 декабря будет небольшой снег. Днем минус 8, ночью минус 10. На сегодня это вся информация. Все самое актуальное и интересное вы можете найти на сайте desnadefistv.ru. С вами была Алина Сазонтова. Оставайтесь с нами!